Маша, здравствуй, здравствуй, здравствуй. Очень рад, что ты откликнулась на приглашение и сегодня вместе со мной. Спасибо большое, дорогие дети. Спасибо. Ваше святое с выступлением и нам благодарить. Интересные шары какие. Я очень люблю елочные игрушки. Спасибо вам большое. Ваше святейшество, по молитву. Спасибо большое. Благодарю вас. Спасибо, Господи. Помогаю вам, Бог, дорогие мои. Ваше святейшество, разрешите поздравить вас с этим величайшим праздником, праздником Бождества Христова и подарить вам вот этот букет. Спасибо. Чудный букет. Мы делали своими руками это все. Спасибо. И Маша хотела вам спеть. Спеть? Много лета, да. Ну, Маша, господи. Да. Да. Пойдемте. Многое лето, многое лето, многое лето. Прекрасно спели. Молодец, Маша. Ну, что же, пойдемте. Субтитры, с праздником, праздником, дорогие мои. Дорогие дети, дорогие папы, мамы, дедушки, бабушки, все те, кто сегодня здесь, в этом главном зале страны, празднуют Рождество Христово. И празднуем мы сегодня его замечательно. Вот эта история, которую нам рассказали дети, она не может даже, может быть, самого такого черствого человека оставить безучастным и безразличным. Потому что не только замечательно дети представляли эту историю, но и передавали смысл того, что произошло тогда в Вифлееме, когда родился Господь. Ведь пришел Царь мира. Бог явился в человеческом образе, всемогущий Господь, Который может все. Он мир создал, Он всех нас создал. Но Он пришел в этот мир для того, чтобы мы были счастливы. И пришел не в громе, не в молнии, не в сиянии, не в славе. А вот там, в этой далекой Вифлеемской пещере. И кто рядом с Ним? Овечки, животные, замечательные существа, которые не делают никакого зла ни друг другу, ни людям. И Мать Дева Мария, склонившаяся над своим чадом, и обручник Иосиф, и больше никого. Вот так смиренно, тихо в мир пришел Бог. И Он пришел для того, чтобы мы действительно были счастливы. И в этой истории Рождества очень много важных смыслов. И часть этих смыслов была раскрыта, были раскрыты в том представлении, которое мы видим. Господь пришел для того, чтобы дать нам самое большое сокровище. Ни золото, ни серебро, Он ни богатство, ни славу. Он пришел для того, чтобы мир стал добрым. Вот таков Его замысел. Такова Его цель. И каждый человек, который становится добрее от соприкосновения с Господом, от соприкосновения с этой замечательной рождественской историей, одновременно становится лучше. А что означает лучше? Лучше и лучше и лучше. Это означает развитие человеческой личности. И если человек именно так развивается, восходя от силы к силе, становясь более добрым, более отзывчивым, более чутким, более любящим других, то он реально развивается. И это развитие приводит его к Богу, к миру, к радости и к счастью. Вот я и хотел всем вам, мои дорогие, в первую очередь дети, пожелать возрастать в вере, в добрых делах, стремиться становиться лучше, чтобы больше света было в ваших сердцах и вокруг вас. Хотел бы, конечно, пожелать всем вам помощи Божией в вашем учении, которое является главным трудом в вашей жизни, и чтобы Господь благословил ваше будущее. А также и пап, и мам, и бабушек, и дедушек, которые бы радовались своими детьми и внуками и тоже становились лучше, разделяя вместе с чадами своими любовь, принесенную Господом. Всех вас сердечно поздравляю с праздником Рождества Христова! АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, праздничайте вас, поздравить с праздником Рождества Христова, обручить вам подарок. Полярную сову, которую привезли вам дети из Орска. И мы благодарим вас от лица всех детей за то, что помогаете поверить в чудо Рождества. Спасибо большое. А я хотел бы поблагодарить тебя и всех детей за прекрасное представление. Вы просто действовали на сцене как профессиональные актеры, но даже лучше, чем профессиональные, потому что вы очень искренне представляли все то, что вы должны были показать зрительному залу. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ